Друзья, привет! Вы на канале ТопХантер, а я Андрей Шелестов. Очень часто можно услышать вопрос, что же такое оружие для его обладателя? Так вот, оружие это не только хобби, средства самообороны или охоты, это еще и культура, а также история. Причем история гражданского оружия не менее интересна, чем история каких-то армейских образцов. Мы начинаем на канале новую рубрику «История гражданского оружия». Обязательно оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки и расскажите, как вам заходит это или нет. И поехали! Появление первых карабинов «Сайга» многие связывают с началом 90-х годов. На самом деле первая «Сайга» была выпущена в 1974 году. Это было оружие, предназначенное под советский патрон 5,6х39. Охотничье оружие такого типа было достаточно большой редкостью вплоть до начала 90-х годов. Тогда руководству «Ижмаша» и пришлось вспомнить о «Сайге» 5,6х39 и создать на ее основе широчайшую линейку охотничьих нарезных и гладкоствольных карабинов. История этого культового гражданского оружия началась в 70-х годах прошлого века, когда аграрии Казахской Советской Социалистической Республики столкнулись с большой проблемой, увеличивающимся поголовьем сайгаков. Сайгаки — это некрупные представители подсемейства антилоп. Взрослые особи в холке редко превышают 80 см, а весят порядка 30-45 кг. Самое необычное во внешности сайгака — это его большой нос-хобот. Он помогает фильтровать степную пыль и согревать воздух в лютые морозы. На сегодняшний день этот вид находится под охраной, а полвека назад все было с точностью да наоборот. Расплодившиеся сайгаки, а в 70-х годах их насчитывалось более миллиона особей, вытаптывали огромные посевные площади во время миграции. Это сайгаки — редкий вид к вотму. Но в Астраханской степи их развелось слишком много. Они собираются в тысячные садах и наносят большой вред посевам. Вопрос продовольственной безопасности Советского Союза в то время стоял остро. Власть стремилась во что бы то ни стало обеспечить хлебом растущее население и увеличивала капитал вложения в сельское хозяйство. Но к 1970 году резервы незанятых посевных площадей оказались исчерпаны. Темпы развития аграрного сектора замедлялись. Возникала нехватка продуктов питания, и правительство вынуждено было даже закупать продовольствие за границей. На фоне всего этого сайгаки, вытаптывающие посевы, выглядели чуть ли не государственными преступниками, и разбираться с ними решили на государственном уровне. Леонид Ильич Брежнев снова на казахстанской земле. Его встречает член политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КПСС Дин Мухаммед Атметович Кунаев. Есть версия, что первый секретарь КПСС Дин Мухаммед Кунаев обратился лично к генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу с просьбой о разработке оружия, которая позволила бы более эффективно производить отстрел сайгаков. Это сейчас кажется странным. Первые лица государства и разработка карабина для охоты. А если посмотреть на реалии того времени, то вполне обыденная вещь. Я люблю охоту с юных лет и не бросаю этого спорта. И теперь, когда есть возможность, то я считаю лучшим отдыхом для себя. Побыть в лесу или на реке, пострелять. Это доставляет мне и удовольствие, и служит хорошим отдыхом. Охота была любимым видом отдыха партийной верхушки СССР. А значит, и Брежнев, и Кунаев понимали важность охотников для экономики страны и важность разработки такого оружия. Отстрел сайгаков не только помогал сохранить поля, но и давал экономический эффект в торговле. На экспорт шла часть мяса и рога, которые используются в медицинской промышленности. Здесь рога от стрела и от запула. Здесь очень много. В Велево-Востоке наши рога. Смотрим там окончательно, оцениваем. И поехали по заграницу. В то время охотились на сайгаков с гладкоствольным оружием. Стреляли в основном карпичью. А она портила шкуру, рога и оставляла подранков. Леонид Ильич Брежнев, как заядлый охотник, это понимал. Поэтому дал положительную резолюцию. Заводу «Ижмаш» разработать оружие, удовлетворяющее потребности охотников Казахской ССР. Семидесятые годы — это разгар холодной войны, когда перед оружейной промышленностью России стояли отнюдь негражданские задачи. Поэтому конструкторы «Ижмаша» решили сократить время на разработку и сделать гражданскую версию модернизированного автомата «Калашникова». Проект курировался главным управлением охотничьего хозяйства, а в его реализации принимали участие не только конструкторы «Ижмаша», но и охотоведы Казахской ССР. Путь от идеи до первого серийного образца был пройден за четыре года. И в 1974-м завод выпустил около 300 экземпляров. Вот так выглядит первая «Сайга» — карабин под патрон 5,6 на 39. Именно этот образец проходил испытания в степях Казахстана и был подарен музею связи в Санкт-Петербурге лично Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. Охотничья «Сайга» получила полуавтоматический ударно-спусковой механизм, ружейный приклад, новое цевьё и магазин на 10 патронов. Говорят, что даже на газовой трубке была предусмотрена возможность крепления фары и размещения к ней аккумулятора в прикладе. Далее о судьбе первой партии этого оружия ничего не известно. В СССР карабин так и остался невостребованным вплоть до 90-х годов. В это время ижевский оружейный гигант переживал не лучшие времена. Объём гособоронзаказа упал, и стараясь освоить гражданский рынок с минимальными затратами, конструкторы «Ижмаша» продолжили разработку оружия на базе автомата Калашникова. Сначала нарезного, а потом и гладкоствольного. Именно эти образцы и объединились под семейством «Сайга». Вот так степные «Сайгаки» положили начало популярной линейке оружия. Друзья, поддержите нашу оружейную тему, оставьте комментарий и поставьте лайк. Подписывайся на канал, предлагайте свои истории, а мы постараемся снять по ним новые выпуски. И давайте вместе перезарядим отношения к людям с оружием. Субтитры подогнал «Симон»!